Упал у нас немножко в прием, но в принципе принимаем мы не хуже турчанок. Это важный очень момент в нападении. Нам свои шансы не упускать бы многовато. Не доигрываем что ли эпизодов, соперница этим умело пользуется. Ну и повнимательнее вот, особенно на старте сетов, частенько на этом турнире было. Создавали мы фору в 2, в 3, а вот в предыдущей партии в 5 очков соперницам. Потом очень трудно отыгрывать. Отыгрывать придется, потому что 2-0 сборная Турции повела. Сенсерма нашла где-то лазейку в блоке. Очень хорошо соперники, конечно, изучили друг друга. Команды классные и слишком, наверное, оптимистично было надеяться на победу в трех партиях. Хотя надеяться, наверное, и следовало бы. Но не допустили соперники. И сейчас надо стараться быть впереди. И в счете вот сборной России сейчас максимальные обороты необходимо включить. Для этого, конечно, неплохо бы и самим в защитной игре добавить. Петисова. Петисова уже здорово играет в защите. Теперь уже Кошелево там пластается по задней линии. Пасынкова. Здорово. Блокаут. Вот то, что нужно. Знаете, такая хорошая, надежная и ответственная, что ли, игра. Вот Пасынкова сейчас в атаке была. Постаралась понадежнее. Она быть в линию переводила. Надеялась вот на такое попадание. Если не в край блока, то в площадку. Поскольку, ну, действительно, партнеры в защите классно отработали. И это надо подбирать. И это тоже надо забивать. Малых. Это делает прекрасным образом. Опять же, сыграв на опережение быстро. 3-2. Сборная России выходит вперед. Петисова. Есть постоянно у сборной Турции доводка. Есть возможность играть быстро, что так он любит Сесерма. Сейчас, кстати, в линию перевела не так много мы атак в этом направлении видели. Сейчас широкая передача под самую антенну. Она, конечно, располагала к такой атаке. Айдемир. Что там? Касание сетки. Поднимает руку Сенсерма. Признавая, что действительно подобное случилось с ней. Пасынкова у нас отправляется подавать. Меняется, соответственно, и Либера. Знаем, чтобы при нашей подаче Малова на площадку появляется. Ну, и нам надо искать шансы отрываться в счете. Сейчас будет высокая передача. Можно групповым блоком сыграть. Не рискнули. Турчанки атаковать. Ну, а наши делают все вновь очень быстро. Малых классно. Все-таки вот это взаимодействие. И на быстрых мячах очень большая эффективность. Ну, вот главное в защите. Помогать, подбирать. Как сейчас за тройным блоком Анна Малова прекрасно сделала. Причем чистенько так вовремя, прочитав эпизод 5-3. Переваливается мяч. Ну, и нам должно немножко повезти. Пасынкова, наверное, своей такой старательной игрой тоже это заслужило. 6-3. Барболини понимает, что вот такие розыгрыши... Лишние переживания игрокам всегда причиняют. Начинают от превратности к судьбе, может быть, думать. И тут же берет тайм-аут. Ну, и такие мячи, конечно, надо тоже поднимать. До этого надо быть... Таким вариантом всегда быть готовым. Пасынкова остается, естественно, подачей после тайм-аута. И вновь хорошо летит у него мяч. Переходящий даже будет. Но тут поаккуратнее, надо такие шансы использовать. Хорошо, что ошибаются соперницы. Пытается Барболини сейчас успокоить своих подопечных. Ну, там у него никто и не смотрит. Такие получились внутренние переживания одного человека. Неплохо Сансерма задумала, но вот не исполнилось. Все-таки не является линейным направлением у нее, что ли, основным. И вновь выбитый прием. Вновь надо сыграть в защите. Здорово. Кого там подключить? Малых на быстром мяче. Успевает Блок. Ну, и Кошелевый пора возвращаться в игру. Отдых пошел на пользу. 8-3 технический тайм-аут. А ведь рывок мы начали со счета 2-3. А ведь рывок мы также можем оставить 5-поинтов. Они не в США, которые после этого очень сложные. В этом? Да, это сложные. Но если после рывки начинают сильные, если вы возьмете 1-блок, они могут потерять 1-блок в атаке. 8-3 технические тайм-аут. Мы сейчас не получаем ошибку. Окей? Ай, да, бир, кей, уц. Сюрке! 8-3 технического перерыва 4-го сета. Ну, ни в коем случае не останавливается. Ну, вот нам показали тайм-аут массива Барболини. Я думаю, именно такие слова. Вот не останавливаться. Продолжать делать то, что делаем. Действительно, сейчас получается все очень здорово. И страхуем, и правильно в защите места находим. Мячи поднимаем. Даже без каких-то вот вроде там акробатических подвигов. Так что держать подачу Пасынковой очень важно. А подача еще и с затруднением. Рискнет атаковать. Нет, Сенсерма не будет атаковать. А нам надо быстро провести. Малых. Эх, не попадает. Ну, тут, не знаю, наверное, качество передачи все-таки оставляло желание лучшего. Не знаю, может быть, не очень здорово под мяч сама Малых подобрала. Здесь трудно даже судить, в чем проблема больше. Как-то неловко получилось. И тут же посмотрите. Ну, вот эти вот моменты цепной реакции с ошибками очень-очень тревожные. 8-5, это тоже Маричу в хору думать, когда останавливать этот рывок соперник. Ну, и прежде всего, сейчас внимательно надо сыграть в приеме, сняться. Конечно, перерывы не хотелось бы сейчас тратить. Посмотрите, еще одна ошибка на приеме. Сенсерма и Кошелеву, и Пасынкову последовательно заставляет ошибаться 8-6. И уже не все так радужно. Ну, вот как-то на ровном месте вроде кажется, что это все происходит. Подача, конечно, хороша, тут вопросов нет. Но к этому надо быть готовым. Еще один эйс. Теперь же Крючков не знает, как подобраться к мячу. Долго слишком на него смотрит. Три подачи на вылет подряд. Причем это первые эйсы Сенсермы в этом матче. Ну, вот как же умеем мы себе проблемы найти, а? Хорошо, что есть Кошелеву до таких моментов. Прекрасно и уверенно вновь она разбирается с блоком. 9-7. Надо все начинать, по сути, сначала. Честно говоря, при 8-3-то тоже спокойствия не было. Много слишком таких моментов было, которые не заставляют, что ли, забывать подобный, что ли, провал. Седа переигрывает наш блок. Ну, так в противоход получился удар. И под самую боковую линию. А вот в задней линии все-таки у малых нет такого, что ли, преимущества в скорости. Все-таки расстояния совсем другие. И сейчас этим турчанки успевают воспользоваться. Сравнивают счет. 9-9. Напомним, 8-3 вела наша команда. И только Татьяна Кошелева, как Павлочка-Вручалочка. Ну, может быть, сейчас ничего и не надо придумать. Пока вот, если она на передней линии и так нападает, надо на это опираться. Пусть турчанки придумают, как ее останавливать, в конце концов. Мороз. Браво, браво, Таня. Сейчас еще и блоком хорошим очень вовремя отметилась. 11-9. По сути, одиночный был блок. Но смогла, смогла отловить. Вот темп атаки Седа, видите, очень вовремя выпрыгнула. Буквально зависла в нужной точке. Фетисова там по большому счету имитировала. Она явно не успевала. Разобрались, не стали ставить блок. И тут, пожалуйста, дальше уже работа Татьяны Кошелевой. Три очка к ряду, 24 очка в этом матче. И 55% атаки. Держит высочайший уровень наша доигровщица. Лидер сегодняшней сборной России. Об этом уже можно говорить смело. Мороз. Нет, это аут, к сожалению. Но вот во время такого рывка очень обидно с помощью своей ошибки на подаче. Сдвигаться с расстановки. Двойная замена у сборной Турции. Вновь в полен появляется и Каракаюн. Ну, а нам сейчас повнимать. Ни в коем случае не допускать больше таких ошибок в приеме. Надо доводить до нападения стараться. Вновь через Кошелеву. На сей раз мяч в игре, но без атаки. Так что еще раз придется атаковать Татьяне Леснова. Да, вновь ей. И на сей раз там касание сетки. Да и не сохранила бы Сенсерма этот мяч в игре. Так что можно его и Кошелевой смело плюсовать. Уж не знаю там, как поступят статистики. Важно то, что счет стал 13-10 в пользу нашей команды. Прошла передняя линия Татьяна Кошелева. И сейчас на подаче. Немножная атака получилась у Сенсермы. Но она боец, конечно. Мы это знаем прекрасно. 19 очков. И в ее активе уже есть. Я так понимаю, что она самая результативная в турецкой сборной. Как правило, либо Ассой, либо она. Но Ассой сегодня мало мы видели в игре. Не заладилось. Разобрались наши с нами. Зачем? Вот этого совершенно не нужно было делать. Не с возможностями, скажем так. Косяненька такие очевидные обманные удары выполнять. Позволяла, позволяла доводка делать передачу. Ну позволяла. Не надо ничего выдумывать. Слишком тяжело нам в атаке эти очки даются, чтобы легко их так разбазаривать. Пасынкова. После этого там не успевала на задней линии оттянуться. Браво, Александр. Как же она выкрутила этот мяч. Ну по сути опять без прыжка. Откуда-то из-за антенны. Ну. Блестящая кисть вновь сработала. Сложная для Косяненька была. Момент для передачи. И получилось так далеко за антенну. Ну как же вот такую траекторию можно было найти еще с подкруткой. И ведь выиграла, не просто перебила. Вот он блок. Вот он блок. Закрываем полен. 15-12. Очень важный момент. Плюс двойная замена у турецкой команды уже не столь эффективно становится. И тайм-аут берет Барболини, не дожидаясь второго технического перерыва. Кстати, у Барболини это второй тренерский перерыв. Маричев свои пока не использовал. Так что какие-то дополнительные, может быть, возможности это даст нашей команде. Фетисова, мы видим, успела на этот мяч. И принесла 16-е очко сборной России. Но еще немножко потерпеть. Есть сейчас игра. Вот в приеме. В приеме максимальная концентрация. И очень часто именно там у нас случаются основные проблемы. Прекрасно об этом знаем, прекрасно помним. Но вот все равно случается. Ничего сделать с этим не получается. 15-12. Акман. Первый темп. Хорошая была доводка. Не так часто, кстати, вот ее используют именно перед связующим игроком сегодня. Несколько вот фастов за голову у нас сыграло этих забеганий. Вот что касается атаки перед связующим. Вроде бы и давненько мы не видели. Малых. Надо страховать. Еще раз Малых. Очень быстро. И на сей раз блок не успевает, как не успевает, и Сенсерма. Даже руки толком поднять. Вот теперь 16-й сейчас стал в пользу сборной России. Немножко, наверное, там забежал вперед. Второй технический перерыв. Стоять, стоять, стоять. И после первого момента сервиса. Стоять, стоять. Окей? Пойдем, пойдем. Мы идем. Если вы идете, то есть, то есть, то есть, то есть. С Кошелева. Когда Кошелева приходит в передачу. Продолжение следует. Ну что ж, еще одно усилие 16-13, впереди наша команда Видим, что по эйсам Примерно одинаковая ситуация Так что здесь ни одна из команд Решающего преимущества не получила Ошибаемся мы в приеме И на этом, конечно же, обращаем Своё основное внимание Но заставляем ошибаться и турчанок Вот что тоже немаловажно Петисова Быстрая передача в край Там очень сложно было все перекрыть Линию пришлось оставлять одному блокирующему Туда умело Мяч нападающий сборной Тунцис И серма это была И отправил Почаще она стала в линию атаковать Туда вот не проходят скидки Тем более вот с такой дугой Хорошо, что работает блок Вновь малых Теперь уже на групповом блоке разбираться Ну не знаю, иногда переоценивает она свои силы Вот что она сейчас этим ударом подразумевала Трудно сказать А на выходе вновь всего одно очко преимущества Остается, наверное, хотела по блоку попасть Ну неужели вот с такого узкого мяча она рассчитывала по четвертой зоне Уложить Сомнительно Было касание блока же Ну как же орбита может этого не видеть Ну вот это о квалификации судей Тут даже звук был слышен Ну и ведь ничего не скажешь Нельзя этот момент просмотреть С волейбольной точки зрения совершенно очевидно Да, ну вот тут Ну куда там, на пол ладони касание И вот это можно сейчас ненужную нервозность нести Хорошо, что малых справляется И можно этот эпизод, ну не то чтобы забыть По крайней мере проскочить на данный момент И пытаться вновь-вновь искать свои шансы Эти брейковые очки, которые вот это судейское решение Сейчас отнял у нас очень важный мяч Последнее, по-моему, было касание Ну так или иначе мяч на стороне сборной Турции Можно сыграть Там пошелево Здорово, здорово Таня выкручивает по первой зоне Немножко там турчанки друг другу помешали Ну нам важен результат этой атаки 18-16 Обратная двойная у сборной Турции Там было касание блока И мы видим, Полен не успела руки поднять А партнеру своему помешало Там Юнал эту зону страховала Пасынкова Аут Хорошо, что арбитры вот тут уж ничего не выдумывают По крайней мере, фиксируют аут уверен Ну, правда, там и касаний-то блока не было Но всегда так уже настороженно после таких решений К любому такому мячу относится 19-16 Таймаутов у Барболини Повторю, нет Замену он 4 из 6 использовал Не так мало, не так много и рычагов у него осталось Но есть Сенсерба Вот, наверное, главное, что вот В обойме Барболини никуда не девается 22-ое очко лидера турецкой команды Кстати, вот в этом составе сборной Тункции Сенсерба и самый уже возрастной получается игрок Несмотря на то, что ей 29 лет-то всего Ну, и, соответственно, самый опытный Смотрите, какой мяч тащит в защите от Кошелевой Надо атаковать еще раз Ну, повнимательней Как же обидно мяч отдаем сопернику Ну, там уже на чистой сетке атака Пойди попробуй отбейся при угрозе от 4-х нападающих Элементарные моменты Настолько все уверовали, что Кошелевой убой мяч забьет Что просто остановились Многовато сегодня у Крючкова Вот ошибки такие набегают Ненужные, что ли И тут же ошибка в приеме Да, ну вот Часто говорят, в таких случаях не хотим выигрывать Ну, действительно, надо быть просто внимательнее Приходится Маричу брать тайм-аут Сложная подача, давайте, повнимательнее Сложная подача Ну что, мы смотрим-то Надо втроем прибежать, столкнуть Не отпускать, мы совсем по киркум У нас не там налетим Так у нее здесь еще это Помогите друг другу, пожалуйста Тогда играйте Если говорить, уступайте Лидер с голосом Давай, давай, девочки Давай, давай, давай Давай, еще девочки Сминяйте Сборная Сербии сегодня одержала уже победу Ну, такую планируемую над командой Казахстана Сейчас на два очка сборную Россия опережает Ну, одно очко-то мы набрали Так что по факту может быть и на одно Но нам, конечно, три очка нужны в этом матче Это было бы очень желательно Кошелева Чудеса просто Турчанки в защите творят И вновь этот Лидера На любой силы атаку реагирует Но Кошелева Кошелева ведь тоже Вкладывается на полную Вот то, что Маричев просит Она выполняет Сто процентов Двойная замена в сборной России Ну, вот сейчас Момент, когда Гамовой надо помочь Старцева отправляется на подачу Гамова У сетки И всего одно очко преимущества нашей команды Мы не будем забывать, что все-таки Старцева хорошую подачу должна выполнить В этом смысл замены тоже немалой Справляется Турчанки И проходит быстрый мяч при атаке Юнал 2020 Ассой вместо нее на передней линии И здесь пытается Барболини Тоже усиление найти По-моему, пятая замена у сборной Турции Так что еще какая-то одна остается Возможно, вот обратной для Ассой На задней линии ее поменяет Но пока тайм-аут Пока тайм-аут Именно при счете 2020 решает брать его Юрий Малич По-моему, пришлось взять этот тайм-аут Чтобы разобраться в расстановке Но вот, пожалуй, впервые на этом турнире Гамова со Старцева вышли на двойную замену Так что там немножко по-другому расположение игроков Не самые, что ли, привычные И не самые наигранные И чтобы тут не допустить ошибки Пришлось и взять тайм-аут Но это не смертельно в данном случае Нам надо обязательно сняться сейчас Надо принять Вот что главное И третий раз придется за этот розыгрыш Атаковать турчанки в защите Просто непробиваемой кажется Но до того момента пока не атакует Татьяна Кошелева Одну атаку ее отразили Две это слишком много 21-20 Обратная замена Оссой возвращается на скамейку запасных И больше замен у Барбалини нет У нас еще вот Джокер В лице Юлии Пацкальной На подачу сейчас отправляется И одна хорошая подача Вот при таком счете Очень большое значение может иметь Татьяна Кошелева Татьяна Кошелева в этой партии Принимают очень прилично Была такая счастливая подача от Пастенкова И помню Но остальное это все Сейчас хороший прием Но ошибается Ошибается Седа Токалит Агулу 22-20 Все-таки так вот далековато В длинную сторону решилась Подставать Айдемир Пытаясь растянуть наш блок Но получилось не лучше что ли Условие для атаки для партнера Или-то ошиблась 22-20 Браво Кошелева Успевает Успевает подставиться Под этот мяч Но блоком сыграть Есть шанс атаковать Гамова Еще раз сыграть Кажелине вторую передачу У нас все время не связующий Выполняет Но Цепляет блок Турчанок Поднять и этот мяч Успеет Кошелева Тянулся Успевает А вот блок Погибать ей не удается Жалко Но по-прежнему Небольшое преимущество Все-таки у нас остается Это был на нашей подаче Розыгрыш Мы могли еще одно Брейковое очко заработать Но не получилось Не успевала Татьяна К сожалению Широко уйти И по сути Ей гарантирован блок У которого было очень много Время на то Чтобы правильно Занять место В то время как Наш нападающий Ну так скажем Дескать даже судорожно Успевал в эту атаку После защиты Шибарца Татьяна К сожалению Не лучшие передачи И 22-22 В которой раздаем Сопернику себя Догнать После собственных Ошибок В этой партии Очень много Но очень много Упущенных моментов Своих И вновь Кошелевой Гамова Вновь Турчанки защитены Просто чудеса Творят И Что попадает Мяч в площадку Да Похоже Горная Турция Выходит вперед 23-22 И обратная У нас двойная Замена Ну вот Не знаю Ничем помочь По большому счету Не удалось Все атаки Гамовой Остались Мячи в игре А Кошелевой Одной Трудно справляться Вот с этой защитой Вот на фоне Уже усталости Которая накапливается И которая очевидна Ну тут еще подача на вылет К сожалению Сами довели до такой ситуации Когда уже каждая ошибка Так дорого стоит Начинает Пасенкова не решилась атаковать Ну в общем-то от нее Это и сложно было бы требовать Ручкова в защите Переходящий мяч там тащит Как может Кошелева Но все-таки Предстоит нам играть Пятую партию В этом матче 25-22 И два